Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! С вами радио «Голос надежды» и программа «Познавая непостижимое». Я её ведущий Владислав Баскаков и наш постоянный гость Юрий Михайлович Волобоев, преподаватель Заокского университета и пастор Заокской церкви. Здравствуйте, Юрий Михайлович! Приветствую вас! У нас 23-я программа из цикла «Беседы о псалтире», соответственно, 23-й псалом. Как обычно, я утром прочитываю тот псалом, о котором мы будем сегодня общаться. Знакомые мотивы уже я увидел в нём, которые были не так давно у нас. Я как-то спрашивал у вас, Юрий Михайлович, вроде бы уже, где вы путешествовали? И доводилось ли вам видеть горы? Вроде спрашивала, а может и нет. Бывали в горах-то? Даже восходил. Восходил. Ну и какая там была высота? Нет, ну высота была, конечно, это горы еще в Челябинской области, гора Сугамак. Она не самая высокая далеко. Как Сугамак? Сугамак. Сугамак. Привет всем, кто живёт в округе. Да, но я хочу сказать, что было интересно, потому что мы поднимались зимой. Это был январь месяц. Ну это уже южный, наверное, Урал такой. Ну всё равно, там всё равно много снега. Вот и всего, да. И было такое интересное впечатление. Ну, конечно, когда действительно поднимаешься на вершину, вот, вспоминаешь песню Высоцкого, что лучше гор могут быть только горы, на которых ты еще не бывал. На северном Урале, там повыше. Да, вот, ну действительно красотища, да. Ну, Урал я видел только из окна поезда, который ехал через Челябинск в Павлодар. Вот, а так Кавказа не видел, видел Альпы. Ну, и в Грозном тоже был в горах. Вот, но я хочу сказать, что, знаете, как, вот, где бы ты ни был, и когда ты попадаешь в дикую природу, ну, понятно, это всё очень условно, дикое, да, там, то есть, ну, видимых присутствий следов человека нет. Вот так. Значит, какие-то другие ощущения появляются, если вы меня простите, конечно, да, то какие-то первобытные, да, то есть, иногда тебе постоянно кажется, что какой-то зверь выскочит, да, такой, знаете, не зайчик и лисичка, там, какой-нибудь медведь выйдет, вот, или ещё что-нибудь такое, что наполняет тебя волнением, но их всё равно я хочу сказать, что всё-таки красиво, вот. В Башкирии был в горах, тоже, значит, мы подымались, значит, но там, как говорят, это вообще российская Швейцария, насколько там, вот, да. Это всё тот же Уральский хребет, который спускается туда, собственно, к Оренбуржию, вот. Но, действительно, это Хребет России, есть такой фильм очень известный, документальный о Урале, вот, очень красиво, да. Не везде там ещё есть человек, к счастью, вот, и если ты сплавляешься, потому что мы сплавлялись по речке, так, недалёкий был, недалёкий маршрут по речке Исеть, да. Кто-то вот у нас сплавлялись в Башкирии, Исеть, она такая обжитая, конечно, это Свердловская область туда, вот, а вот дальше туда, в Башкирии, может и Мишка выйти к речке, вот, на катамаране сплавляешься, и вот такой вот лесной хозяин появляется, тоже как-то, знаете, интересно. Ну, и сама природа, конечно, она такая, знаете, вот, она что-то тебе говорит, наверное, вот, говорит действительно о том, что вот есть эта сила, которая больше, чем человеческая в реальности, потому что, когда едешь по Уралу, то видно, что когда-то тут жили люди, да, ну, может быть, я не знаю, там, 70 лет назад, 50 лет назад, а всё, человек там ушёл из жизни, и вот эти домишки, местами как бы вросшие земли, вот, справляющиеся крышами, а какие-то от лесных пожаров просто сгоревшие, вот, что, ну, там бы всё вот этот вот ельник зарастает очень активно, да, то есть и там, где это были когда-то там поселения, да, то есть опять уже лес, то есть вот это интересное такое явление. Стоит человеку ослабить свою хватку, как вот опять эта вот природа начинает наступать. Мы как-то уже вспоминали документальный фильм, что будет через год, 20, 100 лет без человека. Природа вздыхает свободно. Природа вздыхает свободно, да. Ну, да, верно, вы подметили, природа что-то говорит, создатель природы что-то говорит через своё творение, и мы, в принципе, за этим туда, видимо, и идём, сменить картинку ежедневную, будничную, и что-то пережить новое. 23-й псалом у нас как раз о природе, горах и так далее. Перейдём к нему. Ну, коротенький, я быстро его прочитаю. Итак, 23-й псалом, псалом Давида. «Господня земля, и что наполняет её? Вселенная и всё живущее в ней. Ибо Он основал её на морях, и на реках утвердил её. Кто взойдёт на гору Господню, или кто станет на святом месте его? Тот, у которого руки не повинны, и сердце чисто. Кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих его, ищущих лица твоего Божия Иакова. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и взойдёт царь славы. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдёт царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил. Он царь славы. Аминь». Итак, замечательный псалом, наслаждение для любителя природы, и, возможно, откровение для многих, первые же тексты, они закладывают основу всему остальному. Всё принадлежит Господу. Ну, что вы видите в этом псалме? Я, может, уже буду добавлять какие-то вопросы по ходу. Но я бы сказал, конечно, что всё-таки этот псалом не о природе. Ну, конечно. Почему? Потому что тут в сердцевине этого псалма, седьмой текст, это как бы приход делегаций, паломников или священников и левитов в храм. Да, то есть поднимите врата верхи ваши, поднимитесь двери вечные, да, и войдёт царь славы. То есть, конечно, псалом, скорее всего, что это литургический, то есть, который пелся в один из религиозных праздников. Конечно, много о нём мы сказать не можем, потому что это такая седая древность, да, то есть этому псалму уже тут 3000 лет как. Вот, поэтому по какому поводу, в общем-то, по какому празднику сказать сложно нам на сегодняшний день со стопроцентной уверенностью. Одно можем сказать, а это что, да, то есть, что здесь поднимаются такие глубочайшие темы, да, потому что главный вопрос, а кто может войти в Освятилище? Ну, вот если чуть вернёмся, мы начали вообще с темы гор, взойти нужно на гору Господню. Вот в данном случае, что за гора и зачем на неё взойти? Но мы с вами уже многократно говорили, что древний человек, и эта мысль будет повторяться регулярно, когда он говорит о горе, он говорит о святилище. Гора? Место жительства Бога. Гора Сион, жилище Господа. Ну, в частности, Сион, да, или там гора Мария, как хотите. Но ведь Синай, там Моисей закон получает на Синай. Тоже гора. Да, то есть, ну вот Иисус говорит на горную проповедь, ну, как бы в Муматфея. Тоже гора. Да, и гора Фавор, преображение. Гора Фавор, преображение. Вот. Везде горы. То есть, не обязательно даже там, как бы, Сион, да, то есть, где было древнее святилище. Любая гора – это место, где, в общем-то, пребывает Господь. Неспроста говорили, что их Бог – это Бог гор. Ну да. То есть, это место встречи. Человека с Богом. Так. Поэтому, если целью схождения на гору сегодня является, может быть, полюбоваться красотами, но это действительно псалом, как вы верно заметили, не о природе, а о её творце всё-таки, как в Писании. Главное – не показать красоту природы, а красоту вообще замысла Божьего. И взойти на гору – это… Это означает попасть в присутствие Бога. Да, ну, то есть, мы же понимаем, что в святилище человек обычный войти не может. По крайней мере, в том святилище, как описывается в Ветхом Завете, да, то есть, левиты, священники, да, они как бы туда заходят, а простой человек там полюбопытствовать, пойти посмотреть, как там всё происходит, что там во святых находится, не мог. Экскурсии не проводились. Экскурсии не проводились. Да, и когда мы говорим теперь уже не о Сионе, а о Синае, то мы понимаем так, что туда подняться тоже было что? Недопустимо. Недопустимо. Бог сам оградил вход. Да, то есть, Господь сказал, давайте черту проведите, кто черту переступит, надо убить того. Понимаете, чё вопрос? Вот. Ну, поднялся Моисей, так же ведь, как бы говорил 40 дней. Потом ещё 70 старейшин поднимались туда, знаем об этом. Иисус Новин ещё. Ну, где-то там рядом. Сопровождающий, да, где же рядом. Вот. Но опять-таки, да, то есть, это говорит о чём? Что это люди, которые туда поднимались, это люди особые, правильно? Но как бы не абы кто, вот по своём собственному желанию, действительно любопытству. Поэтому прийти на встречу с Богом, да, то есть, вот это большой вопрос. А кто может-то встретиться с Богом? У нас в 14-м псалме была точно такая же ситуация, кто может обитать на горе Божьей, да? И опять же, ответ был дальше, как и здесь. Они очень схожи. Но вопрос-то архиважный. Почему? Потому что встреча с Богом, да, вот сегодня у нас, как бы, в чём смысл такой вот большой человеческой жизни? Вот мы говорим, вот этот человек с большой буквы, да, то есть, ну, мы так привыкли говорить про какого-то человека. И вот кого мы сегодня видим человеком с большой буквы? Ну, кем хочется стать, да? И я не знаю, подавляющее ли большинство или меньшее, но, тем не менее, скажут, что человек, который обладает капиталом, правильно? Талантами, возможно. Хотя часто обладание талантами приносит капитал. Приносит капитал, да. Большой, маленький, неважно, да, но вот есть некие маркеры. Это машина, это яхта, это не одна квартира, а там загородный дом, там, и желательно на море, и желательно не в России, да, то есть, всё вот это, да, то есть, вот это маркеры. Вот я знаком с очень многим количеством людей, вот с одним человеком поговоривший, пришёл в изумление, потому что человек как бы не отличался там большим достатком, и вдруг он покупает квартиру в Праге. Я спрашиваю, а зачем тебе квартира в Праге? Копил всю жизнь, поэтому не отличался достатком. Достаток был, но он им не отличался, не выделялся. Но я бы понял, если бы это был там предприниматель такой, знаете, с доходом. А это вот человек, который занимался там творческой деятельностью, проводил свадьбы, так сказать, и так далее, вот, ну, видимо, да, поднакопил денег. Но почему в Праге? Что, Россия чем не угодила? Большая? Выбирай. Вот, а потом понял, зачем, да, то есть он начал мне там объяснять, когда человек начинает очень долго объяснять, это означает, что он ищет тебя как бы или самому себя убедить, что он правильно поступает или что. Оказалось, всё очень просто, понимаешь, когда ты говоришь при случае, что у тебя квартира в Праге, вот с тобой сразу начинают разговаривать по-другому, правильно? То есть человек покупкой квартиры в Праге как бы поднимает свой социальный статус, понимаете, в чём вопрос? Это как есть человек, вообще нет никакой квартиры, но у него есть машина BMW, да, там какой-нибудь шестой модель, он в ней, скорее всего, и живёт, вот, а всё остальное у него вообще по жизни ничего нету, но когда он подъехал на BMW, да, то есть, ну, как бы человеку принимает вот по его одёжке, да, то есть, а его одёжка как бы это вот такая, вот, поэтому вот древний человек, это человек, который, собственно, близок с Богом, то есть, вот, маркер успешности древнего человека, да, то есть, это всё-таки знание Писания, потому что фарисеи были в авторитете, книжники Нового Завета были в авторитете, а уж священники из рода Аарона, это были олигархи древнего мира, потому что они и авторитеты, и положение в обществе, и их сразу провожали на передние места, там, где в синагогах и так далее, с почётом, с уважением со всем. Ну, то есть, это олигархи не в материальном смысле. Ну, и в том числе и в материальном. Ну, они не нищенствовали, но... Ну, не бедные люди, потому что совет, который они давали, а совет всегда давался за какое-нибудь подношение, да, то есть, понимаете, протекция перед царём, так же ведь, надо, можно зайти к царю, что-то попросить, вот, или там прокуратору, или что-то ещё. Среднические услуги. Ну, да, это всегда какой-то доход, понимаете, в чём вопрос. Но не пахали землю точно, вот, и в виноградниках не работали. Ну, у левитов были какие-то наделы, они могли... Ну, там люди работали за ним. Вот, поэтому, вот, видите, маркеры такие, поэтому, когда, например, Иисус проходит и говорит там вот сидящему, да, у сбора пошлины, следуя за мной, вот, мы думаем, ох, какой подвиг он совершил, кассу закрыл. Друзья, он совершил карьерный рост, сработал социальный лифт. В амзах израильского народа и у иудейского. Ну, это, естественно, он же часть этого народа. Ну, то есть, он закрывает кассу и идёт за известнейшим учителем и раввином своего времени, который невероятные чудеса делает, и он попадает в его ближайший круг, да? Но как люди думают, у него счастливый билет? В фильме есть такой сюжет, что родители Матфея стыдятся его за то, что он предал свой народ, занимаясь, но при этом живёт в роскоши. А когда он уходит оттуда, то меняется постепенно отношение, потому что сын решил изучать Тору, там, заповеди Божии, всё, действительно. И теперь не стыдно похвалиться сыном. Так мало того изучать Тору, он уже левит, он уже Тору знает. Он как бы рядом с Мессией, что вы понимаете, как бы мы не относились, но всё равно же он и воскрешал, и исцелял. То есть, а значит, люди, которые были рядом, они в уважении, то есть, понимаете, они люди ближайшего круга. То есть, неспроста просят сесть по правой, по левую руку, да? То есть, это же, ну, это определённый доход, так сказать. Ну, пускай даже не всегда материальный, но человека уважают, понимаете, в обществе. Ну, вот по аналогии с горой, это путь в гору. Да. А до этого деятельность Матфея была, это кубарем с горы просто катился там на богатой машине, но вниз. Ну да, ну да. Вот поэтому как бы вопрос-то серьёзный на самом деле, очень серьёзный. И ответы здесь в этом псалме же есть, да? То есть, кто встанет на святом месте, кто взойдёт на гору Господь. То есть, кто попадёт в присутствие Божие? Тот, у кого руки не повинны, сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно. Ну, конечно, когда мы начинаем размышлять над этим текстом, понятно, что божился ложно означает поклонение всё-таки идолам. Кто такие ложные боги? Нет, это не клятва с использованием имени Божьего? Ну, больше всего, что всё-таки вот клялся душою своею напрасно, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно, да? А вот с одной стороны можно увидеть здесь заповедь не лжесвидетельствовать, да? То есть, не клянись ложно. А с другой стороны можно увидеть и вот это присутствие всё-таки язычества. Потому что очень часто и у Саи, и у других будут эти формулировки о ложных богах, то есть боги, которые не слышат, да? Вот. Боги, которые не отвечают, да? То есть, ложные поклонения. Ложные поклонения, да. Вот. Соответственно, у кого руки не повинны и сердце чисто. Вот всё-таки Ветхий Завет, я бы так сказал, вот если его так обобщить, все обличения пророков, то обличение номер один — это идолопоклонство. И, кстати, те, кто убивают, воруют, кто подстерегают бедных и несправедливо судят, то, как правило, это когда пик вот этого несправедливости в народе израильском, когда в народе израильском укореняется идолопоклонство. Появились ваалы, появились астарты, и начинается несправедливый суд, преследование, воровство и убийство. Когда воцаряется Яхва в храме, когда происходит очищение, и особенно, когда начинается чтение Торы, где прописан рабственный закон, сразу возрастает вопрос справедливости и чистоты. Понимаете, в чём весь вопрос? То есть получается, что для, может быть, идолопоклонника, да, то есть, ну, хотя, конечно, это всё, что мы говорим, мы говорим чисто условно, мы понимаем, что просто нету плохих наций, да, есть просто плохие люди, да, вот так скажем, вот. Но тем не менее, то есть мы знаем Навуходоносора, который очень честен, да, ну, по крайней мере, как о нём там книга Даниила говорит, вот. Такой период времени. Да, какой-то период времени. И как понимать честность. Ну да. Искринен. Много вопросов, да. Но, по крайней мере, Бог использует её как своё орудие, так же? Это уж мы точно понимаем. Хотя, при всём, при том, он язычник, опять же, да, то есть он идолопоклонник. До какого-то момента. До какого-то момента. Вот. Но о чём речь, да? То есть вот здесь, как бы, конечно же, во-первых, стоит вопрос поклонения, потому что гора-то чья? Божья. Яхве. Точнее, не просто гора, скажем, Астарты или Ваала, то он тоже господин, кстати. Ваали переводится из древнееврейского как господин, да. А вот, потому что там, скорее всего, это бог, ну, бог грозы и так далее. Вот. А, кстати, образы бога грозы, они многоразличные, это не только Ваал или Баал, да. То есть много под другими именами тоже божеств, которые отвечают за вот эту самую грозу и процветание. Вот. Но о чём речь, да? То есть, нет, ну, Зевс там, наверное, всё-таки всё-таки немножко другое. Сколько позже и в другом месте. Но не позже, он кормовержится. Ну, он кормовержится, да. Вот. Ну, о чём речь, да? То есть речь о том, что вот здесь человек честен. А честен – это что значит? Не просто он там людей там на деньги кидает. Он честен перед Богом. Понимаете, вопрос в чём? И сделки даже, вот опять смотрите, да, то есть у нас вопрос честности связан с деньгами. Так же ведь? У нас вопрос чести связан с чем? С выплатами кредитов. У нас всё вокруг денег крутится. Понимаете, в чём вопрос? Современный мир, он весь вот эти даже наши понятийные аппараты, они так или иначе вокруг денег. А для древнего мира, во-первых, у них денег-то ещё не было. Ну, в полном смысле слова. Долларов, рублей и евро. Нет, ну, доллары – это бумага, а вот у них было нормальное серебро, сикли серебра, шекели. Да, но, скорее всего, монеты появляются только при персах, на самом деле, вот, динарии. А здесь какие-то аналоги, да, присутствуют. Мера веса были. Мера веса, да. Вот, ну, по крайней мере, рубль – это не бумажка когда-то была, а то, что отрублено, да? Ну, да, кусок металла. Да, кусок металла, проточек серебра. Что-то отрубили, вот это рубль. Но, опять же, мы говорим об этимологии слова. Тем не менее, да, то есть, а у них крутится честность по отношению к Богу, понимаете? У нас к деньгам, а у них это вот Бог-я, имя, святилище, место поклонения. Вот, у нас это что, да, то есть, у нас это недвижимость и так далее, яхты, пароходы и так далее, а у них что? А у них статус – это служитель, жрец. Ну, это языческий, да, то есть, левит или священник. Ну, тем не менее, богатство увязывалось с благословением Божьим, и Бог-то не против этого, поскольку в Тарзаконе так и говорит – будете благословлены, будете в достатке. То есть, когда это выходит на первое место и выставляется как доказательство благословения, ну, тут вопросы есть. Да, вопрос всё-таки божества. Вот, современного человека так может получиться, что Богом будут являться деньги. Всё за книг завязано. А для древнего человека при всём при этом деньги могут оказаться на втором, а то и далее. С следствием. Да, потому что, скорее всего, что для древнего мира даже не деньги, друзья, а после Бога, вторым действительно будет вопрос семьи. Понимаете, вопрос в чём? Для них страшная трагедия бегства, например, Иаковой семьи, да, то есть, всё, он изгой. Пока его не приняла семья Лавана. Понимаете, в чём я сел? И Бог встречается с ним на пути и что-то ему говорит. Ну, то есть, мы знаем эту историю. Вот, но это же не вопрос. Я всегда думаю, а чё папа денег ему не отсыпал в кошелёк? Почему об этом не отряжено в Священном Писании? Ну, они же богатые, правильно? Он же мог ему там браслетов золотых или серебряных, там, серик и так далее, столько дать, что человек идёт. Вот, пришёл, купил, место себе забронировал в жизни. А ведь на самом деле, даже если тебе дадут серебро и золото, то тебе не факт, что вообще в город-то пустят. Да это не факт далеко, что ты даже до города дойдёшь, понимаешь, что там кто-то не пришибёт тебе камнем и не продаст в рабство. То есть, и твои золото, и серебро, оно никому ничего не сыграет, никакой роли. То есть, вот опять же, да, ценности другие. Вот в чём вопрос. Другие ценности. И имя, ценилось имя. И нельзя его вот так просто купить было. Вот в том-то всё и дело. Да. Поэтому вопрос семьи стоял очень остро. Вопрос гражданства города. Да, то есть, вы смотрите, да, Павел, например, в Иудее находится, а его выпороть кнутом нельзя, потому что он гражданин Рима. Понимаете? И как только угрожают гражданину Рима, да, то есть, там сразу появляется тысяча солдат и его охраняют. И тот самый тысяченачальник Лисий о чём говорит? Я за большие деньги купил гражданство Рима. То есть, представляете, что такое ценность того мира? Гражданство. А деньги, да, там, ну оно сколько-то стоит, конечно, много, мало. А ты же покупаешь гражданство, ты же не покупаешь себе недвижимость, ты не покупаешь себе пароход, ты не покупаешь себе самолёт, ты покупаешь себе гражданство. Статус, права. Статус и права. А статус и права приносят всё остальное. То есть, понимаете, опять же, что первично, что вторично, что третично. То есть, масса здесь очень интересных моментов. Поэтому здесь речь идёт как раз-таки о гражданстве, потому что а кто может там стоять? Так свой может там стоять, а кто свой? Вот видите, а вот вопрос стоит. Честности. Руки не повинны. То есть, человека не ходит к идолам, да, сердце чисто, да. То есть, он не клянётся, потому что клянётся богами. Да, то есть, а он делает это всё честно. То есть, вот у него Бог кто? Яхва, да. И вот он получит благословение от Господа и милость от Бога, спасителя своего. То есть, этот человек будет стоять перед святилищем, и он просит, чтобы открылись врата вверхи. Смотрите, да, красиво как. Врата вверхи ваши. Поднимитесь, двери вечные. Кто сей царь славы? Как бы диалог такой со стражниками на, собственно, надвратной башне, так скажем. Господь крепкий. Ну, скорее всего, господин крепкий, сильный. Господин сильный в брани, да. То есть, скорее всего, что здесь вот даже может употребляться слово вау. Да, то есть, господин, да. И опять, поднимитесь врата вверхи ваши, поднимитесь двери вечные, и войдёт царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил. Он царь славы, да. И вот, конечно же, мы рисуем картинку вхождения Иисуса Христа. Иисуса Христа в небесное святилище. Потому что Псалом, вот он прямо напрямую нам рисует, как Иисус входил после распятия туда, в само небо, да, то есть, в присутствии Отца. Хотя, конечно же, это картинка из, скорее всего, вхождения. Мы предполагаем, что это вхождение Давида с ковчегом в святилище Ветхозаветнее, когда-то с кинью Моисея. Вы помните, что там всё-таки был утерян ковчег, потом он какое-то время обитался в районе Кириафарима, вот, и потом Давид его начинает возвращать, да. То есть, когда он обретает свой город, столицу, он туда переносит саму с кинью, палатку Моисея, и потом вносит туда ковчег. Поэтому, может быть, что это вот описание той самой картинки, да. Но, вместе с тем, это такое пророческое видение вхождения Иисуса Христа. Он Господь сил, Он Царь славы, Он, да, то есть, сильный в брани, да, почему? Потому что Он смог пройти через земные искушения и, собственно, сохранить себя для вечности и нас приобрести для вечности. Благодарю, Юрий Михайлович, за интересное рассуждение над этим интересным псалмом. Дорогие друзья, искренне желаем вам быть среди тех, кто может взойти на гору Господню, обитать на ней. Как многие сегодня могут, конечно, ошибаться, думая, что они на вершине, но Господь смотрит на это иначе. И вот этот псалом содержит характеристики, критерии тех, кто может быть на этой горе. И среди них, вот мы не упомянули, это те, кто ищет его, ищет лица твоего, Божиякова. Искренне желаем вам, чтобы вы могли всем своим сердцем искать лица Божьего, чтобы вам было не стыдно взглянуть в его глаза, и вы могли бы на этой горе Господне провести всю вечность. Чего мы желаем и совим себе так же. Благодарю, Юрий Михайлович, благодарю вас, дорогие друзья, что вы были с нами. С вами была программа беседы о псалтире из цикла «Познавание постижимое». До новых встреч. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»